о ее ребятки какому продукту мы с вами все-таки подошли я давно хотел очень давно хотел снять про него видосик и самое забавное то что здесь практически будет отсутствовать шлак в принципе по всем вкусам потому что это то что я использую у себя дома да это такой небольшой спойлер как это лев называет кальянная комната до к моему кальянному арсеналу я вам здесь сегодня немножко расскажу про то какие вкусы спектрума я использую а также про то какие вкусы я пробовал какие мне зашли какие не зашли каких-то вкусов сейчас здесь на столе нету я на стадии монтажа уже собственно говоря открою пол вкусов от спектрума и когда мы с вами обсудим здесь то что есть у меня на столе то что я использую вот здесь вот я вам пущу опять же титрами то что я уже пробовал то что можно пробовать или не нужно пробовать либо же можно в принципе здесь титрами внизу в описании вам оставить небольшой списочек вот с компанией с этой как бы типа получилось чисто случайно то что они меня недавно совершенно вот прямо совсем недавно они меня включили в списочек этих ребят интересных которым можно что-то отправлять да и недавно совершенно получал от них три аромата который к сожалению два из них полная хуйня но об этом мы поговорим немножко позже сейчас предлагаю вам вот такую вот историю опять же как у нас последних двух видосах было мы с вами просто вспомним про то что у нас есть партнеры канала благодаря которым вот эти контейнеры появились на моем столе да это собственно говоря концептик дизайна японах у к на которой еще и скидка 10 процентов по промокоду вани забей который есть в описании вот круто круто может сходить и кальянку пить ему штук классные вообще все что тебе надо то и вот и посмотри и радуйся вот бруска и берну спасибо большое за то что присылает нам еще всякие штучки чтобы наши чашечки были вкусными а чтобы были чашечки спасибо большому нам присылают дай божечки блять вся хата уже заварена знать бы куда их деть вот если кому-то надо продать пишите в инстуум так начнем с тех вкусов которые у меня в больших контейнеров которые используются которые я прогоняют практически постоянно использую их миксах скажу так еще помимо всего прочего что есть две линейки крепости по сути это обычная линейка то есть classic line и hardline черный белый спектру чем они отличаются белый чуть сильнее горит чуть быстрее выдает аромку и он прям ну вот легенький то есть как по мне он легенький есть hardline который от партии к партии почему-то достаточно странно меняется то есть нарезка не меняется пропитка не меняется меняется сука крепость и как они это делают я хуй знает на самом деле других слов я подобрать не могу если вас сильно трогает то что какой-то мальчик в очках на диване материться можете вы вообще выйти из интернета и не заходить больше никогда простите на этом канале ругаются матом вот как так я буду где-то помечать что у меня из hardline что у меня из классики хотя в принципе как бы по своей сути как бы это значение не имеет потому как я вам еще раз говорю то что белый спектр чуть меньше держит жара чуть менее крепкий то есть он прям легенький и чуть быстрее дает аромку у харда чуть сильнее крепость он держит более высокий жар чуть дольше у него вылетает аромка это не может не радует начнем мы с того вкуса который я нашел себе недавно совершенно недавно прям еще вот типа и из старых партий которые вот одни из первых пошли с квадратной наклеечкой это китайские травы и чуть за вкус это травяной сбор где-то даже на фоне есть какой-то типа привкус чая китайская сэнча у меня здесь его грамм 300 наверное и как вы понимаете типа ну я вообще в целом любитель травяных ароматов и вот эта история типа она залетает в те миксы где типа принципе трава может адекватно восприниматься то есть какой-нибудь и хуйой с какими-нибудь там зелеными фруктиками или цитрусами это очень даже неплохо где-то чуть разбавить травянистостью для того чтобы нейтрализовать как бы основную яркость вкуса для меня заебись либо опять же использовать каких-то типа чайных историях которые ты забиваешь там условный чай поэр от бруска можно добавить вот этой вот штуки и чай получать чуть более травяным интересный вкус то есть но типа его бы у меня не было 300 грамм если бы я его быстро не скуривал то есть типа это один из топчиков которые есть у меня на сегодняшний день от спектру еще один вкус это bank банана который в этом контейнере уже я не знаю наверное пачек плеть 20 побывала тоже скуривается неимоверно быстро ой несмотря на то что бананы мразь как все мы помним да как все мы знаем постоянные зрители и алды в курсе очень даже неплохо вот типа это очень неплохой банан в сравнении с тем что в основном есть на рынке это очень 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 хороший и вкусненький варианте то есть вот как эталон банана если вы ищете себе какой-нибудь интересненький банан домой то вот я прям его рекомендую прям горячо его рекомендую туда же к банану у нас по-быстрому отправляется смолбери земляника почему потому что слушайте хорошая ягодка такая с легкой легкой травой не скажу вам то что типа это прям вот хороший жесткая прям подъебать какое попадание в землянику нет скорее вот типа есть russian raspberry там по-моему малина земляника или клубника малина короче что-то такое и вот там попадание в ягодки именно в такие она гораздо интереснее здесь чуть более спокойно чуть более островищей но на удивление залетает в очень даже неплохое количество миксов которые я делаю несмотря на то что я не супер миксер я вам об этом говорил уже в одном из выпусков могу сказать то что даже в соло аромат неплохой то есть когда немножко все подзадрачивает можно даже взять почему бы и нет так сейчас бы нам как-нибудь плавненько не скатиться в самую последнюю категорию которая хотелось бы затронуть ну да ладно american pitch это персик несмотря опять же на то что большинство персиков достаточно мыльными выпускают на рынок то есть из всех персиков которые я на сегодняшний день могу курить у меня помню есть вот этот персик и игли части от darkside здесь у нас чистый персик он сливочный слегка вкусненький прикольненький у альфа кира кстати был похожий персик насколько я помню просто альфача присутствовала легкая легкая травянистость вот легкая травянистость на фоне персика здесь ее отсутствует здесь он такой более сливочный аккуратненький прям очень хорошо прям ну молодцы вкус которого почему-то у меня не осталось но я должен вам о нем сказать я не по-моему на гава кактус называется и это прям тоже вот прям на это пушка также как и jungle mix тоже пушка этого типа если мы берем агава кактус это эталонный кактус на сегодняшний день если вы все помните о далию то она как бы идет отдыхать когда рядом появляется кактус от спектрума если мы берем джангл микс это практически эталон тропического такого даже нет скорее тропический микс с легким добавлением такого мультифрукта то есть хотя по сути практически мульти пруда давайте вот на этом остановимся джангл микс по-моему называется и он очень даже неплох и есть еще один вкус который скуривается в мгновении ока поэтому его здесь нет это карибиан ром это карибский ром и это не алкашка как многие могли подумать это просто прикольный пряный вкус который прям можно и нужно использовать в кондитерке он туда залетает будь здоров остается там надолго и никуда не хочет уходить даже можно его покурить в соло и вам он очень понравится я вам рекомендую вот типа если кому-то нравится какая-то вот легкая легкая кондитерка с пряностью прям пушечка ехаем golden киви не трудно догадаться что это киви да проблема в воронках киви в том то что на крепком сырье они уходят в алкашку здесь это не стало исключением легкая какая-то вот я я не знаю возможно кто-то кинет меня говном но я здесь действительно вот в хардлайне я чувствую легкую спиртягу на первых 10 минутах курения не знаю почему так происходит будем думать то что просто со мной что-то не так а в целом типа табак очень даже годненький вот неплохое киви если особенно брать его в белой линейке то очень даже неплохо так вижу еще один вкус про который срочно нужно сказать это грейп сода это то с чего я начал свое знакомство в принципе со спектрумом и ребята но если вы найдете где-то виноградную газировку лучше чем у него обязательно маякните то есть я пока что лучше не нашел то есть это один из лучших виноградных вкусов виноградных газировок которые есть на рынке я встречал еще парочку от каких-то около новым брендов и типа ну вот здесь вкусно здесь хорошо здесь пойдет мне здесь понравилось и теперь моя любимая категория спектрума наверно или сейчас давайте вот даже к пачечкам перейдем наверное а нет не перейдем мы здесь быстро достаточно закончим хули тут переходить greenwich грейпфрут личи самая ржачная то что эта курица как гранат то есть это и пахнет достаточно странно и курица при этом почему-то как гранат не знаю почему а чикин рамен а куриный рамен которые большинство из людей хотели попробовать типа что это за дичь такая очень интересно смысла большого нет хотите вот очень быстро вот скажу вам как вы можете попробовать этот вкус домашних условиях покупаете кубик маги засыпаете его в доширак и вместо того чтобы доширак настаивать там пять минут в кипяточке до настаиваете его полторы минуты и вот недоваренная лапша с кубиком маги вот прямо но это прямо но и питая айва пустой мыльный вкус непонятно зачем непонятно почему то есть dragon mix последний который вышел питая айва айс фруид гам нею так рекомендовали так разрекламировали и по сути это типа ледяная фруктовая жвачка не льда ни фруктов не жвачки я здесь не нашел просто какое-то странное около сладко травянистая месиво что тоже достаточно странно и тропическая жвачка такая же собственно говоря они только тут еще и мышами отдает то есть последнее вот то что вот 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 в этих коробочках она именно поэтому не залетает на полку потому что было взят на пробу а три из них прислана самим спектрум попробовал не зашло не понравилось теперь к моей любимой категории у спектрума пикантный сыр когда-то я помню то что сева покурил это по моей рекомендации и хотел это курить снова и снова фу бля как он пахнет я пахнет он прикольно просто аромат так он знаете он очень плотненький он очень сильно въедается в носик фу короче это прикольный мед вот такой знаете текучий такой который который текет преподаватели русского языка и господи кто там гуманитарий сейчас просто в ужасе и долбит уже по клавиатуре говоря какой долбаёк короче это прикольный мед с грецким орехом хрен его знает как это получилось то что заявлен сыр а по сути это мед с орехами интересно очень интересно поверьте мне гаспачо еще одно извращение это томатный суп пряный суп и пахнет он вот кто-нибудь из вас вот если у кого-то там бабушки в деревнях катают помидоры на зиму если вы помните вот этот кисленький кисленький рассол из-под помидор с чесночком вот он блять это именно он это просто пушка это великолепно с буду на с буду на добавить туда да вот базилик немножко это все вот типа там по курицу трючка если прям очень надо прям пушечка далее вкус которого здесь вот отсюда от силы его здесь грамм 100 с этой стороны даже не было видно что это это можжевельник ребята с этим вкусом нужно быть очень аккуратным если вы не дай божечки хотя бы немножко переборщите с ним в чашке он убьет все но цитрусовым еловым и прочим 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 подобным ароматом он дает очень даже хороший буст поэтому я вам здесь его вот прям очень рекомендую взять хотя бы сороковочку чтобы он у вас был для того чтобы если вот вдруг надо что-то покурить такое особенное куда можно добавить можжевельник очень даже неплохо кстати на основе можжевельника делается джин если кто-то вдруг не знал аджика многие говорят что остро я по сути просто скажу то что это это у нас этот самый перец господи скажите мне маринованный перчик лечо вот это лечо очень даже вкусненький лечо который тоже можно везде куда угодно добавлять разбавлять и говорить о том то что это круто супер прекрасно и замечательно вот и крайний вкус который сегодня у меня есть это естественно бекон ребята куда же без него ой чипсики лэй с беконом то есть вот это действительно очень похоже на чипси лэй с беконом единственное что типа но не настолько ярко не настолько насыщенно да как сами чипсики вы должны это прекрасно понимать что такого яркого и насыщенного аромата вы вряд ли здесь получите я помню что кто-то говорил что от сатиры бекон интересней что от бончи солями более насыщенная я бы так не сказал то есть как по мне они все плюс-минус одинаковые по насыщенности потому как соленая аромка типа соленая она вся на самом деле сладкая но который типа по ощущениям как соленая она вся достаточно слабоватая у спектрума наверное есть только одна проблема и беда вот одна только одна это то что у большинства людей он просто тупо не хочет работать ни в какую вообще он как бы высшего образования не имеет поэтому нахуй ему работать правильно правильно забивая все это дело в чашку люди часто ловят на нем перегревы и я не понимаю как это происходит типа нот у меня допустим спектрум наверное из 10 забивок только в одной ловит перегрев когда это условно там колодка на грани и чаша moon grand в остальных случаях это работает прекрасно и вот это их рекомендация о том то что разогревать на четырех углях забудьте в каких-то старых вкладышах я это еще видел то что они рекомендовали типа киньте 4 угля прогрейте и там уже курите по жару нет трех углей ему за глаза хватает он курится абсолютно нормально продолжительно вкусненько самое главное насыщенно на протяжении всего курения и держится он ну примерно там минут 40 45 как обычный рядовой табак который уже достаточно давно на рынке вот я хотел сделать достаточно большой обзор вкусов я так понимаю то что вот здесь этого все время уже шли титры о том какие вкусы еще успел попробовать но почему-то у меня их по какой-то причине либо нет либо закончились я их забыл вот написав ребятам мне предложили выслать список вкусов странно подумал я но думаю ладно сделаем из того что есть потому что ахули нам как говорится да да поэтому взяли и сделали без абсолютно всяких проблем хорошо то что продукт не ушел с рынка он действительно имеет своего пользователя и имеет своего пользователя как бы это не звучало здесь нужно понимать ребят это продукт который вроде бы как масс-маркет но он нацелен на конкретно определенного потребителя то есть на того потребителя которому вся вот это вот крайняя чанда которую я говорил типа гаспачо сыров и так далее кому это интересно потому как у спектрума чаще чем у остальных выходит гастрономия у них даже есть черный хлеб который по сути напоминает очень даже годный квас то есть у них вот таких аромок их дохренища и типа у них даже по моему основная линейка она плюс-минус рядом с гастрономией по количеству вкусов и круто что ребята долбят в это направление они молодцы единственное что как бы да понятно там вот личная обида не согласились со мной по строительству обзора дальше похуй у меня этого спектра на принципе хватает да и за всю свою жизнь его попробовал достаточно много вот в целом продукт годненький я вам его советую обязательно попробовать вот мои рекомендации вот такие и опять же ребятки котятки мои золотые сладенькие просто покупайте маленькие пачечки перед тем как покупать большие пробуйте обязательно мой вкус это мой вкус как вы поняли он достаточно специфический да мне нравится гаспачо бекон и сыр и и так далее вам это может дело не особо зайти и вот это вот блять все вот эти сказки про то то что от бекона хуй от моешь кальян ребят купите фэри ну либо синергетик я не знаю и ёршик для кальяна решает вот абсолютно все вопросы а шланг даже можно оказывается горячей водой мыть блять я не знаю вскипятите чайник если вам не нравится проточная вода и пролейте водичкой из чайника и как-нибудь это дело все-таки вымоется потому что ну я таких проблем на самом деле не с одним кальяном не испытывал либо блять миласа уловитель купите он недорого стоит за 7 наверное у меня все ребятки будем надеяться то что вы попробуете продукт он вам зайдет будем надеяться то что он вам зайдет вот а я пожалуй побегу и вы уже достаточно давно просите вот на вот это чудо обзор а давайте-ка я его вам сейчас и сниму закончу этот ролик подолью себе водички и буду собственно снимать обзор на япону вам спасибо большое за просмотр и за внимание удачи вам пока и как всегда мы с вами увидимся где правильно в следующем видосе а